Я хочу предупредить вас, что я не особо любитель цирка или любого другого веб-сериала, что СНГшные, что западные. Это не мое. Однако я делаю плюсы и просто я знаю, что вы очень любите максимизировать почему-то. Типа я там просто сказал, что какой-то там мультсериал или мультфильм, ну такой норм, хороший. И вы такие, он сказал, что этот мультфильм шедевр. Нет, я просто сказал, что какой-то мультфильм прикольный и не более. Но я решил сделать это видео, так как цирк сумел преодолеть тот самый барьер смотрибельности. То есть это первый веб-сериал, что я увидел, который не стыдно посоветовать друзьям для просмотра. Цирк на голову выше всяких там хазбин, шмазбин, подобных и на три головы выше любого СНГшного. Но оговорюсь, что я в целом мало смотрел веб-сериалов. Я, например, слышу, что очень любят какую-то Энну, вроде, да? Но я не смотрел, так что я не знаю. Даже при всем этом фанатом цирка я не являюсь, и у меня как бы к нему больше вопросов, чем плюсов. Однако сделал плюсы просто, чтобы дать респект за преодоление этой планки. Let's go! Аниматоры отдельно сделали старомодную гифку для интро. Что, кстати, может намекать на временной период, в котором происходят события. Возможно, это компьютерная игра времен нулевых. Хоть в то время и не было должных VR-гарнидур, но в конце мы видим олдскульные очки виртуальной реальности, так что здесь может быть что угодно. Саундтрек у цифрового цирка получился настолько отменным, что вышел за пределы фэндома и стал трендом. Куча мемов под заглавную тему. И, кстати, вам тоже кажется, что интро очень похоже на составку Кливленда. Само интро уже содержит пасхалки и интригующие детали, например, куда делся Кауфмо. А появление Помни сразу же за пару секунд показало ее главную цель на весь мультсериал – найти выход. Кейн, это одна из твоих NPC или новая лохушка? Похоже, в этот мир прибыл новый человек! Кейн тонко намекнул на тайны этого мира, ведь он дал акцент именно на слове «человек», несмотря на то, что все здешние персонажи далеко не люди. То есть Кейн в курсе, что находится за гранью цифрового мира. Ну, здесь мы и живем. Точнее, мы здесь спим. Зачем мы тут? Что мы делаем? Мы пришли к нашему другу. Может быть, он не у себя? Не парься, куколка, у меня исключат его комнаты. В мире кораблей вы можете сражаться на самых разных исторических военных кораблях. Все они воссозданы с удивительной точностью. Вечерком, одному или с друзьями можете спокойно поиграть. Урок вхождения невелик. Какой-то суперопыт вам тут не нужен. Зашел, почилил, покеркал, посмотрел на красивые виды. Но это не все. На дворе декабрь, а значит, заряжаемся новогодней атмосферой и получаем подарки. Для новых игроков питерская команда разработчиков подготовила новогодние подарки. 60 дней корабельного премиума, 10 суперконтейнеров, премиум корабль 8 уровня и целое море других полезностей почти на 16 тысяч рублей. Кроме того, с 15 по 28 декабря начните играть в мир кораблей по ссылке в описании. Или, если вы старый игрок, заберите задачу на портале, чтобы стать участником акции «Флот подарков» с розыгрышем 20 смартфонов и суперприза. Условия участия простые. Просто сыграйте 5 боев, и вы уже в списке участников. Победители объявят 29 декабря на официальной трансляции «Мира кораблей». А сколько всего новогоднего уже доступно? Вместе с версией 12.11. Новый порт «Петровский форт». Новогодние контейнеры, новогодний подарок и гигантский новогодний подарок. Контейнеры можно приобрести за дублоны или обменять за новогодние сертификаты. Это такая валюта ивента. Один раз на один корабль. И это далеко не все подарки, которые подготовили «Мир кораблей». Мало? Праздник продолжается и после нового года. С 1 по 8 января вас ждут подарки под шубой. Каждое новое число – новые призы. Вам надо будет лишь сыграть по 3 боя за день. В общем, активности и подарков – целый океан. Так что, скорее принимайте участие в розыгрыше с общим призовым фондом более 1 миллиона рублей. А мы продолжим. Слон. Нужно собраться. Кого вы какое-то происходит? Нет-нет-нет, дорогуша, здесь мы не приемлем всего сквернословия. Бр**ь, ебала, п*****ла, ебала, жопа, жопа, п*****ка, мать. Боже мой. А вот за это респект. За это респект. Знаете, почему я не люблю ни отель «Хасбин», те же дроны-убийцами меня не впечатлили? Одна из глупых и ненужных деталей Это бессмысленная тонна мата буквально через слово Ни к силу ни городу это никак не дополняет сериал А только отталкивает своей мерзостью И в цифровом цирке наконец додумались поставить какие-то рамки допустимого То есть я просто ставлю плюс за отсутствие дурацкой фишки Неужели веб-сериалы поставили настолько низкую планку Что за нормальный говор уже становится приятно Они сломали мою маску комедии Ну что, Кейн, будет сегодня приключение? Выкатись на горках на цифровом карнавале Ночью, днём, всем по делам Привет, Кейн, я люблю тебя Пошли-ка отсюда, пока луна не завелась Подожди, что это? Что это за дверь на выход, который я там видел? Уверяю вас, не существует никакого волшебного выхода Ленусь, я видел его Цифровые галлюцинации! Деталь с дверью выхода была добавлена, чтобы показать позицию Кейна Он полностью против, чтобы люди покидали цифровой цирк Кейн снова раскрывает важную деталь Он всё здесь контролирует Однако, что ещё важнее Кейн не способен влиять на волю персонажей Походу, Кейн и есть создатель этого виртуального цирка И является здесь кем-то вроде админа Он и летает, как в креатив-моде, может влиять на исходный код всех и вся Всё это мне очень напоминает один эпизод из Чёрного зеркала Где программист сделал то же самое Создал виртуальный мир, погрузил туда копии сознания своих знакомых И жил внутри, как в своём раю, всё контролируя Звучит жутко и подходит под идею цифрового цирка Это пасхалка в шифре Цезаря Если передвинуть все буквы по алфавиту на 17 позиций То получится АУТТ Именно то, что хочет сделать Помни А если расшифровать буквы выше То сместив на 6 позиций Получится ОТИС Честно не знаю, кто это Либо пасхалка кого-то из создателей сериала Либо намёк на персонажа внутри сюжета Может это сам Кейн в реальности Может кто-то из других ребят Символичное имя, которое мы сразу поняли, зная русский Помни это буквально то, что она должна сделать, чтобы выбраться из цирка Дизайн персонажей это что-то отдельное Лично мне очень понравились Помни и Гэнгл Остальные тоже норм, но Помни это прям эталон цифрового цирка Над ней постарались больше всех Конечно да, перед тобой двое самых стабильно уравновешенных и способных индивида Мы здесь спим Не то, чтобы нам нужен был суп Зачем они вообще? Ещё одна пасхалка Королёр был не единственной фигурой Была ещё чёрная фигура королевы в красной накидке Но как видите, она выбыла, как и ряд других персонажей в начале коридора Судя по всему, это и есть те монстры в подвале Кейна А художественные фигурки для рисования, это и есть те NPC, о которых говорил Джекс Слава богу, это лишь сон Да, Помни? В комнате Калфи есть намёки на разгадку тайны выхода Вы заметили, что во время побега Помни, все двери с выходом были красными На этой картине есть всего одна дверь выхода зелёного цвета А рисунок с Кейном, судя по всему, говорит о его злых намерениях Пока что, пока что, всё ведёт к тому, что Кейн виновник всех бед цифровых друзей Я даже уверен, что это именно он заразил Калфмо, рассеяв его Кейну выгодно, чтобы любой искатель выхода выбыл из игры В последней беседе он нёс бессвязную чепуху о... выходе Прямо как ты, помни Возможно, ты тоже сходишь с ума Калфмо, рассеялся? Главное, у меня просто был плохой день Помни, ты не могла бы... не могла... Вот оно, действие, которое придаёт экшен-мульфильму и является важной частью сюжета Теперь мы знаем, к чему приведёт попытка найти выход То есть, есть реальная угроза искать выход, а это риск, есть чем жертвовать и так далее и тому подобное Главная цель ГГ стала не только невозможной, но ещё и рискованной Скорее гнездо Я... не уверена... Я был приятно удивлён к качеству анимации, это прям хороший уровень Все движения плавные и картинка смотрится сносно Я даже поначалу думал, что это 60 фпс, но это 30 фпс. Бывают иногда косяки и их немало, но все это можно легко оправдать, сказав, что это просто виртуальный мир какой-то игры. Аниматоры очень стараются над деталями, даже зависание рогаты имеет такие пасхалки, как старая игра с мячиком и воротами. Всегда любил такие сюрреалистичные сцены, атмосфера Backrooms, Portal, что-то такое вот. И мало ли, может где-то здесь уже есть намеки на важные сюжетные моменты. На стенах есть много фотографий и особо не разберешь, что там, но в основном переходные пространства, то есть лиминальные пространства. Некоторые фотографии прям буквально из видео про Backrooms. А когда камера отдаляется, мы действительно видим много беспрерывных пустых коридоров. Но это не прямое толкование Backrooms, скорее просто схожая атмосфера безысходности, потерянности и напряжения. Я обожаю Backrooms, вот недавно даже с друзьями поиграли в игру. Он не бежит, а он бежит. Поднимите руки те, кто смотрит Кейн Пикселс. The Rolling Giant это прям тема. Да, мы вперед. Так нет, стоп, о чем это я? Мы пока не знаем, что это за компьютер, почему он был в конце, что это за лого Сиэнея, но все это прям хорошая интрига про тайны вселенной цирка. Также у Помни после очередной минус морали появились клыки. То есть тела здешних существ меняются в зависимости от их ментального состояния. Быть может это первый шаг Помни на пути к рассеиванию. В рекламе часов есть сайт thewackywatch.com, если перейти по нему, то там будет промо-ролик цифрового цирка, но со всякими пасхалками, значения которых мы пока не знаем. Повторюсь, делать плюсы сейчас очень нецелесообразно, ведь мы не видим полной картины. Это все равно, что делать плюсы первых 30 минут фильма, не увидев полных полтора часа. Но меня озадачивает, почему Кейн прямо говорит, что он создает этот мир, то есть он его создал. Так что же он скрывает на самом деле? А слова королера про цифровой мир могут намекать на его реальную жизнь, где он как раз и был экспертом цифровых технологий. Все же личности в этом мире имеют знания из реального мира. Актуальное ощущение еды без каких-либо питательных преимуществ. Серия заканчивается на максимально интригующем кадре. Тут есть та самая неизвестная модель VR гарнитуры и какое-то радио или микшер. Что это вообще такое? В общем, да, цирк это уже шаг вперед для интернет-мульсериалов. Грехи делать не буду, я там буду просто докапываться до иногда скучных диалогов, анимаций и стрёмного вступления. Типа главный герой попадает в какой-то мир и все персонажи кругом встали и начали объяснять, что тут происходит. Но это не самый лучший способ ввести зрителя в курс дела. Многие шутки были плоские, цвета слишком яркие. Я пытался сделать первый просмотр за обедом и меня начало тошнить от этих кислотных цветов. Потом посмотрел без еды и было нормально. Мне вообще больше нравится не сам цирк, а творчество фанатов. Они такой угарный контент делают. Я так кекал со сравнения, помни, с Кеноби из бензопилы. Всякие короткие комиксы, мимс. Я больше с этого смеюсь, чем с пилотки. И знаете, что еще я хочу сделать? Примерно предсказать финал цифрового цирка. В течение нескольких серий раскроются тайны мира, предыстории персонажей, как обычно. Но это по технической части. Именно в плане идеи я считаю, финал будет таковым. Помни, находит выход. И ей просто остается выйти. Однако она уже вспомнила свою реальную жизнь, кем была и что в реальном мире она была несчастна. Именно поэтому решилась погрузиться в виртуальный мир. То есть она задумается, а хочу ли я обратно в реальный мир? Вы уже понимаете, да? Та самая сюжетная фишка сделать так, чтобы к концу истории цель главного героя уже не имела смысла. Шрек, море, ну и поняли. Помни нашла выход, но решает не выбираться наружу и остаться в цифровом цирке. И не абы-кабы, а заменив Кейна, который был побежден, либо там символично погиб, что-то такое. Помни станет новым админом цифрового цирка и будет жить там долго и счастливо. А теперь главный вопрос. В чем смысл этой истории? А в том, что это реально происходит в нашем мире. Вот со мной, вами, буквально вами прямо сейчас. Помни была несчастна в реальном мире. Но есть люди, которым действительно комфортней в виртуальном мире. Много моих знакомых нашли свое счастье по ту сторону экрана. Вы знаете, вот небольшое отступление. Когда интернет только становился нормой, я помню, в году 2008-2010, все до единого говорили, что истинное счастье – это никогда не пользоваться компьютером, интернетом или телефоном. Мои одноклассницы постили цитату. Ну, когда-нибудь я опубликую фото с дочкой, напишу в статусе счастливо и больше никогда не появлюсь онлайн. Однако годы шли, и люди поняли, что интернет никуда не денется. И даже наоборот, многие люди находят свое счастье в сети. Именно об этом будет цифровой цирк. Многие счастливы по ту сторону экрана. И это нормально. Но! Это все лишь мои догадки, плюс свои мысли и свой опыт. Все это предсказание я решил высорить, потому что в цифровом цирке уже есть что-то живое, что-то, за что можно зацепиться, вот что обсудить, какая-то идея. Настолько много есть в первой серии, что я уже там нашел какой-то глубокий смысл, могу предполагать, что будет дальше. Это та самая конкретная причина, по которой я решил сделать плюсы. Так что если вы в будущем захотите создать свой веб-сериал или комикс, то наполните его идеей. На этом у меня все. Счастья там, удачи и... Найдите свою радость по ту сторону экрана. Слом. Дамы вперед! Так нет, стоп, о чем это я? О, стрелочка, стрелка, стрелка, стрелка. Это может подстава, блядь? Нет, пойдем поднимать. О, блядь! Чай, бла!